Всем привет! Есть электрики в этом чате? Нужен наш совет? Сегодня у нас помимо того, что ролик про два интересных товара для электриков, это мультиметр и тестер. Нужен, соответственно, ваш совет по поводу чего? Кто знает, у меня гараж есть. У меня в гараже проводка проложена в штукатурке, то есть в середине, это не наружная, а внутренняя проводка. Там все нормально с жилами, там 3х2,5 диаметра жил. И у меня есть, как кто понял, наверное, земля, заземление. Прихожу я в гараж на следующий день, после того, как я работал. Я рубильники на ночь не выключаю в гараже, это, наверное, минус. В общем, у меня выгорели по одной стороне, выплавились розетки. Копоть можете увидеть, она уже, я ее оттернул, видно, что копоть нагар, вот там у меня розетки. В общем, с помощью вот этого тестера, который у меня пришел на обзор, я понял, что у меня плюс, там где должен быть минус, тоже у меня плюс. И там, где у меня должна быть земля, у меня тоже плюс. Что это такое, как это решить и в чем проблема? Напишите, пожалуйста, в комментариях, нужен такий совет. Ну, а пока что, давайте приступим к просмотру на вот такие вот два замечательных и интересных товара для электриков, да и в принципе и не только. Погнали! И начнем мы с такого тестера. Продвинутый карманный тестер с интересными возможностями. Собран хорошо, работает от одной мини-батарейки. У тестера есть много, несколько интересных режимов. Итак, для начала включаем его, проверяем без нажатия каких-либо клавиш. Плюс, минус. Вот у нас плюс. Когда поднесли, ничего не включая, просто показывает, что фаза. Плюс. Когда нажали на вольтаж, покажет, сколько вольт. У меня 223. Тут у нас минус. Подносим к минусу. Вот, пищит. И показывает, что минус. Нажали, показывает 0, 0, 10. Как-то так. Вот у меня земля. К земле поднес, приставил. Землю показывает 0, 10. То есть, те же самые значения. Можно увидеть, идет ли ток по проводу. Просто подносим данный тестер к проводке, которая подключена. И оно показывает. Нажали вольтаж и показало, сколько в проводе данном. Чем быстрее оно пикает, тем больше напряжение. Вот тут 0,17. Вот тут. Что интересно, этим тестерам можно узнать плюс и минус на батарейке. Подносим сначала к минусу. Тут мы ставим палец. Зажимаем connect. И ничего не происходит, потому что это минус. А вот с плюсом другая история. Нажимаем connect. И показывает, что плюс. Также с помощью тестера можно узнать обрыв, место обрыва. Например, смотрите. Буду показывать на таком примере. У меня выключатель есть. Вот и он включен. Прибор показывает, что есть ток. Выключаем. До есть. После нет. Вот так можно узнать. Тут уже есть. Включили. И тут есть. Также можно прозванивать тестером кабеля. Смотрите. Ну, проводки. Есть. Все при нажатом connect. Замыкания нету. Нет, ничего не пищит. Или вот так. Еще раз. Есть. Есть. Зажали. Нет. Так. Ну, вроде. Вроде все. Показал, что делает этот тестер. Очень удобная штука, как по мне. И теперь вопрос для электриков. Еще раз. Смотрите. По факту. То был просто вопрос. А сейчас по факту. Тут у нас. Вот такое напряжение. То есть плюс. На земле у нас. Такое же напряжение. И тут где ноль. Такое же напряжение. Что может быть? Провод вот подключен. Показывает. Понятно, что показывает, что он под напряжением. Но по факту, смотрите, какой бред. Что это может быть и как с этим бороться. Сейчас покажу еще секунду розетки свои, как они у меня выгорели. Если вам интересно. А вот как выглядят у меня розетки. Вот, кстати, для сравнения вот этот мультиметр и вот этот, что когда-то у меня был на обзоре. Тоже очень неплохой. Но посмотрите на размеры. Запускаем наш прибор. Запускается он в автоматическом режиме сначала. И пробуем первый режим. Это проверка напряжения в проводке. Вот. Это у нас первый режим. Это слабый режим. Как мы уже помним, тут напряжение есть. Причем там, где фаза и там, где ноль. И вот показано. То тут большое напряжение. Потому что тут нету нуля. Так же проверяем на зарядных устройствах. Далее переключаем на второй режим. Он видит напряжение уже на большем расстоянии. Например, если у нас сейчас первый режим. Мы подносим близко. То включив второй режим. Можно дальше. Видите? Он уже на дальшем расстоянии показывает. Что там есть напряжение. Он уже видит. Но если кто подумает, что этот прибор может бить через штукатурку, например, то он не бьет. Смотрите. Я точно знаю, что у меня здесь кабель. У меня второй режим. И он его не видит. Вот тут он видит. А вот тут, где штукатурка, не видит никак. На любом режиме он его не видит. Так же и в том тестере, кстати. То есть через толстое покрытие этот тестер и тот не видит. Фазу 0. Переходим дальше. Следующим режимом. Нажимаем уже вот эту кнопку. Это у нас режим поиска фазы. То есть подключаем к нему желтый провод. Желтый. Красный провод. И давайте смотреть. Искать фазу. Здесь, как мы помним, у нас будет фаза везде. Это земля. Это плюс. А это минус. И везде есть фаза. Пошли к нормальным розеткам. Нормальные розетки. Тут, где земля, ничего не показывает. Как и должно. Тут, где плюс, показывает плюс. Тут, где минус, ничего не показывает. Так и как должно. То есть фазу мы нашли. Вот она. Еще раз. Там ничего нет. Смотрим дальше. Это у нас этот режим сопротивления в омах, в мегаомах. Это у нас сопротивление в омах. Это у нас вольтаж. Сейчас посмотрим, как работает. Давайте измерим напряжение вот этой батарейки. Она 1,5 вольта. Посмотрим по факту. 1,54. Все, как заявлено. Следующий режим это переменные напряжения, а не постоянные. Идем к розетке. Итак, поехали. Я даже подсветку включу. Вот, 207 вольт и 50 напряжения сети. Фонарик выключим. Вот может фонарик, кстати, подсветка горит как зеленым, так и красным цветом, ну или без подсветки. И следующий режим у нас это будет авто. В нем можно использовать, как я понял, функцию прозвонки. Как я заметил, в ручном режиме прозвонка работает побыстрее, пошустрее. Кстати, вот, что сейчас увидел, можно разобрать иглу. Вот, видите? То есть, у иглы есть вот такой вот колпачок. Есть вот такие вот колпачки. Это я уже заметил почти посередине тестирования. вот. Это у нас в мегаомах сопротивление было, а вот в омах. А в авторежиме сопротивление у нас работает немного не так шустро. Не так доходит быстро. Ну, и зажав кнопку, работает подсветка. Зеленая, ну, или красная. Красная подсветка, как я понял, работает, когда, вот, когда у меня было подключено в розетку, тогда у меня работала красная подсветка. Жду ваше мнение в комментариях по поводу тестеров и моей ситуации с проводкой в гараже. Если инструмент вам нужен, то ссылки в описании под видео. А пока на этом все. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok